всем привет ребят с вами левар начале видео хочу сказать что собираюсь с 8 спа пушечку вот начало уже положено всем кто хочет помочь и поддержать развитие канала и показать помощь сборе 80 по ссылка на донат будет под видео в описании цель сегодняшнего нашего видео это сделать обзор по профессии замор в танк не встречал на ю тубе или где-то нормальных каких-то видео гайдов которые могли бы рассказать ребятам которые приходят в игру на новые сервера либо думают прийти в игру perfect world либо же уже играют танками но задаются вопросами очень часто как развивать танка очень много мне пишут ребята в игре просят подсказать по развитию танка что как лучше делать также видосиках моих ребята спрашивают почему рай почему от и так далее поэтому решил сделать непосредственно видео обзор класса танки и так давайте начнем перейдем непосредственно к самому видео обзору начнем мы с вами с пассивных скиллов которые есть у танка пассивных умений у танка есть четыре первое это мастер пловца пассивное умение которое дается нам со старта но увеличивает скорость передвижения в воде на 50 процентов следующий пассивный навык это шкура зверя шкура зверя бывает адской и райской непосредственно разница это в приросте физдефа разница в приросте физдефа идет только когда мы с вами входим и выходим с образом то есть сейчас у меня физдефа 80 тысяч с копейками если я уйду в образ значение увеличится прирост увеличится прирост физдефа у адского танка 80 процентов и помимо этого он дает ему еще два процента шанса критического удара прирост физдефа у райского танка 120 процентов то есть разница в приросте 40 процентов следующее пассивное умение это сила зверя сила зверя дает нам 25 секундов 25 единиц в секунду прирост здоровья реген и 10 единиц манна это у светлого и у темного просто 32 единицы скорости регена хп последнее четвертое пассивное умение это светлая техника боя с молотом или адская то есть темная техника боя с молотом райская дает 100 процентов прироста до оружия то есть больше дает урона темная дает 75 процентов плюс 2 процента на 7 шанса практического урона что можно сказать по пассивным умениям и в целом если вы начинаете непосредственно играть классом танк я бы рекомендовал вам все статы раскидывать изначально в тело вот и выбирать непосредственно райского танка это позволит вам более комфортнее чувствовать себя при прокачке в уфе особенно при сову прохождение такового вот и даст вам изначально больше атаки за счет пассивки больше физдефа за счет более большого прироста опять же за счет пассивки в образе и непосредственно даст вам выживание абсолютно не рекомендую делать со старта если вы начинаете качать адского танка вот если вы начинаете играть танком то это только рай и только фуку до тех пор пока вы не разовьете танка до определенного развития и до определенной планки урона и пана об этом поговорим позже так ребят наши бафы какие у танка есть баф танка есть четыре основных бафа первый добав на здоровье вот который дает нам прирост хп второй баф это баф на урон вот тут есть разница между адом раем адский дает меньше вот райский дает больше то есть от баф себя правильно помню дает 45 процентов а рай дает пятьдесят процентов увеличение урона так да адский добавляет шанс крита на 5 процентов на одну минуту что для нас для танков для адских танков то есть пользует вызов только минус а райский дает плюс 10 процентов урона то есть райский баф на атаку лучше райская адская метка крови которая добавляет нам меткость здесь кто видел мой обзор по гайду иксового шмота да то есть у меня сейчас на сэлфи 7481 меткость вот адская дает 200 райская 225 адская дает 300 процентов но райская снижает максимальный здоровьем запас здоровья прибавка на 5 процентов а адская снижает на 8 я потестил 15000 вот с бафом у меня 15 347 вполне достаточно и там фактически не может и последний наш баф это удавка вот райская адская влияет только длительность бафа райская 30 минут висит адская 15 тоже так же принципе баф на хп для чего нам нужна эта удавка урона дерево в основном для того чтобы контролить персонажей в ссылку сам дополнительный урон на дерево не такой значительный а вот возможность контролить персонажа канала кидает на себя ссылку дает нам большое преимущество теперь давайте перейдем к основным скиллам танка на 4 лапах самый боевой самый хороший скилл единственный дальний скилл у танка на четырех лапах это ярость божества ярость божества дальний скилл бьет на 200 метров дает плюс 200 процентов прироста базового физического урона и также является контролющим скиллом одним из трех контролющих скиллов вот он рутит персонажа на 8 секунд очень часто танки недостаточно грамотно использует особенно дэш на этот скилл лично я использую в основном этот скилл для того чтобы либо в откатанную соску шотнуть противника либо добить его на расстоянии потому что повторюсь это единственный дальний скилл на четырех лапах следующий скилл на четырех лапах это пожирание он является великим то есть сюда можно поставить руну под желание скилл снимает 50 процентов физической защиты вот и также снимает 15 по на 4 секунды следующий скилл на четырех лапах это дразнящий шлепок дразнящий шлепок это чисто пвп скилл может быть также конечно и пве скиллом с определенной руной вот в основном танки используют его как пвп скилл потому что он переагривает на себя противника и противник может атаковать только танка в течение 8 секунд также является великим можно ставить руны вот есть пве руна которая вместо того чтобы заагривать игрока персонажа заагривает непосредственно на вас босса то есть танки которые ходят в данже и у них недостаточно дамага и часто с них переагривают помимо вот этих вот двух скиллов до агрищих можно еще ставить пве рунку этот скилл тоже будет агрить на вас непосредственно босса следующий скилл который у меня есть на панели это трепет трепет райски у меня поскольку я райски что он нам дает он дает снижает силу атаки противника на 30 процентов оружия снижает скорость передвижения на 50 процентов и с вероятностью 33 процента безвижие противника на 3 секунды давайте посмотрим разницу между адом и раем перейдем в вкладочку посмотрим что нам дает адский трепет адский трепет дает у нас то же самое базисном стиле если что с вероятностью 20 процентов они 33 оглушает противника на 3 секунды очень хорошо использовать этот скилл в маску вот этот скилл является массово вот накинуть и бездвижку снять урон оружием достаточно очень полезный следующий скилл который у нас есть на двух лапах на четырех лапах извиняюсь которые я использую это светлая сила волны массовый скилл радиус небольшой к сожалению хорошо использовать если вы видите большое количество противников потому что он снижает скорость их передвижения райски снижает дополнительно на 65 процентов от базисных 50 процентов адский давайте посмотрим не все скиллы помню досконально для наша сила волны вот адский с вероятностью 25 процентов обездвиживает противника на 4 секунды дополнительно следующий скилл который у меня есть на панели непосредственно это божественное развершившее небо хороший массовый скилл хороший прирост в уроне вот из минусов то что этот скилл требует 20 также в райском мутант восстанавливает восемь с половиной тысяч единиц здоровья то есть еще есть реген хп давайте посмотрим адский вариант адский добавляет нам постановит лишь 4000 единиц здоровья за пять секунд вот все остальные показатели в принципе являются теми же самым это все скиллы которые я использую непосредственно в пвп вот да и в принципе в пве соответственно да есть у нас еще как я уже сказал агры есть у нас призывный рык это масс агр и единичный то яростный укус то есть не массовый вот но используется непосредственно только в пвп скиллы не более того также пвп скилл многие иногда используют как и пвп для сбивания каста сбивает касса ответственные у противника до при касте скилла но в основном это пвп скилл который сбивает каст в данжиках также можете обратить внимание что у меня на панели стоят оба образа танка то есть либо вход в тигра либо вход в панду для чего это у меня здесь стоит с появлением класса призрака в целом с появлением с некоторыми рунами допустим у тех же магов скилла дебафа на откат скиллов вот я поставил себе эти два образа во первых всегда можно да если призрак накидывает на вас откат скиллов который висит 30 секунд и откатывает два скилла можно просто один сразу же использовать образ у нас остается 2 до без потери поставил их только для этого и не более того если вы допустим пве игрок и бегаете только по поведом же к вам достаточно на панели только одного скилла давайте пойдем дальше завеса тьмы можно также ставить использовать с рунами вот и тут мы немножко подольше с вами остановимся дает нам черепаху на 20 секунд снижая весь получаемый урон на 90 процентов здесь для танков которые коновые и заточены под гвг непосредственно я рекомендовал бы использовать этот скилл с изумрудной руной то есть помимо того что на вас будет черепаха он вам еще и отрегенит здоровье дальше что у меня еще есть на панели непосредственно и скилов на двух лапах есть у нас скилл мистовство зверя скилл который набивает ци он что у адского что у райского одинаковый не имеет никакой разницы вот и здесь тоже есть свое использование с рунами допустим для арены для арены где мне было бы лучше чтобы у меня после допустим армагеддона или сбитого дракона было сразу же залито ци я использую с серебряной руны она у меня всего лишь пятого уровня но этого достаточно давайте я сейчас спалю всю цишечку вот вместо того чтобы ци у вас набивалась при нанесении урона да что на арене это маловероятно что кто-то будет бить танка танки сразу бегают под уверенкой и урона им вносит мало то есть ци набить этим скилом очень тяжело но серебряной руной нам позволяет набить сразу же почти по моему душечку сейчас мы давайте посмотрим да вот сразу же 20 моментально он мне дает то есть для чего это хорошо допустим я дал сбитого на арене вот жёг всю цишечку мне нужен сбитый скажем на магидон я сразу же тыкаю про юзовые у меня сразу же есть два цена дальше уральских танков уральских танков соответственно есть ци набивалка которая приносит на 05 ци у адских танков это скилл называется раздор он соответственно противоположностью он забирает 05 дальше давайте перейдем к основным скиллам которые мы используем на двух лапах ну первое соответственно это у нас наш молот он является также великим 60 процентной вероятностью он либо парализует цель либо со 100 процента вероятностью паралич не проходит он обездвиживать цель на 4 секунды является вторым контролирующим скиллом танка что у меня стоит у меня на нем стоит изумрудная руна она увеличивает дальность зумрудная руна увеличивает у нас дальность скилла восьмая руна на 4 метра многие танки ставят в этот скилл серебряную руну серебряная руна серебряная руна делает паралич стопроцентным делает скилл дальним вот минусы откат 20 секунд к 20 секунд почему я его не применяю с дальним параличом выглядит она примерно вот так вот то есть танк на 20 далее зависит также от руны да то есть там кидает паралич дальний но проблема опять же минус повторюсь вам 20 секунд отката почему я не использую этот скилл потому что у танка как я уже вам сказал есть всего три контрольщик скилла один из них на четырех лапах он стоит одинцы откат у него достаточно долгий откат у скилла непосредственно у нас минута вот и это очень долго третий контролирующий скилл который есть у танка на и на этом контролирующий скилл танка заканчивается этот двухсекундный стан из минусов очень долгий каст у этого скилла и также перезарядка 60 секунд сейчас вам покажу посмотрите кастуется скилл очень долго вот сбить его либо от дефаться очень легко и опять же перезарядка две секунды то есть по большому счету по большому счету контролирующих скиллов как таковых у танка особо нету единственный контролирующий скилл это паралич если у меня будет паралич дальнем с откатом 20 секунд вот то а вот да еще забыл добавить при этом с серебряной руной он увеличивает скорость вашего движения на две секунды на максимально но что нам это дает если мы его используем против дальнего противника вот я юзую скилл допустим это мой противник пока я подбежал к нему ушли эти две секунды и противник мне остается нанести противнику урон всего лишь две секунды потому что паралич кидается на 4 проказ любого скилла давайте допустим возьмем тот же вызов занимает у нас 0 2 секунды подготовка и применение 1 и 1 секунда то есть за время что противник находится в параличе я смогу нанести ему всего лишь один удар я даже не откачу ему соски поэтому я не использую серебряную руну но для сопротивящих танков коновых которые бегают на арене либо танков катаводных я рекомендовал бы ставить сюда серебряную руну потому что вы сможете допустим запараличить какого-то мага издалека которого за контролем снимите себя все негативные эффекты и получите ускорение то есть для саппорт коновых танков мы ставим серебряную руну я же как dd-танк выбрал непосредственно изумрудную руну просто для увеличения дальности давайте пойдем дальше следующий наш молот звериный молот является также великим скиллом руну я на него не оставил не нашел какую-то руну для того чтобы действительно увеличить профит вот скилл является хорошим пвп скиллом за счет того что он при том что вы бьете персонажа не моба на мобов это не работает дает вам дебаф на 8 процентов увеличению урона от навыков результат может стакаться до пяти раз то есть вы можете получить 40 процентную прибавку от уронов скиллом по персонажу необходимо помнить что стаки стакаются только если вы наносите уроны стабильно течение 6 секунд после 6 секунд и баф спадет и весь урон обнулится давайте пойдем дальше у этих скиллов кстати ребята нету разницы рай от вот у молотов то есть скиллы абсолютно одинаковые следующий скилл который у меня есть на панели это вызов райский вызов снижает способность цели к уклонению на 8 секунд еще так же как и адский вот хотя нет подождите по моему я обманул давайте перепроверим где наш вызов нет точно также да способность уклонению от по 6 секунд увеличивает шанс нанесения критического удара на 35 процентов вот райский райский течение 6 секунд наносит критический урон то есть после адского удара любой следующий удар у нас будет стопроцентный крит один удар всего вот адский добавляет шанс критического урона на 40 процентов соответственно многие танки которые бегают адские используют этот скилл первым при ударе всегда потому что у адского танку то есть свой 44 до когда я был адским у меня здесь было 48 процентов плюс еще метка когда и бабка добавляла два процента мне было 50 процентов вот и непосредственно при использовании вызова мне было 90 процентов шанса крита здесь же у нас данном случае просто следующий удар крита не час попробую взять двух ближайших могов просто показать вам что тоже неплохо то есть вызов и сейчас у меня будет крит видите стопроцентный удар критует давайте пойдем дальше следующий скилл у нас на двух лапах это уничтожение уничтожение скилл похожий на пожирание точно также снимает физическую защиту снаряжения райски снимает на 45 процентов у адского по моему разницу тоже нету сейчас мы с вами это проверим где наша уничтожение пожирание где 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 наш скилл ребята вот он что нам дают адский ничего не дает то есть дополнительно расходует просто цель эффект непосредственно у нас снижает физическую защиту на 35 процентов вот в райском снижает физическую защиту точно также на 35 процентов и дает прибавку за счет рай снижать физическую защиту на 45 процентов остановлюсь немножко на этом скиле со По следующим обновлениям этот скилл станет точно так же великим. И здесь с Рубиновой руной процент снижения физдефа будет увеличиваться. Первая, четвертая руна до 60%. Пятая, седьмая даст 70%. Восьмая, девятая, восемьдесят и десятая даст 9% снижения защиты. Это, говорят, имба скилл. Ну и непосредственно, да, я соглашусь, это очень имбово, когда танк будет на двух лапах иметь возможность снизить физдеф на 80% с восьмой руной. Я обязательно поставлю этот скилл в панельку великих скиллов и буду использовать его с восьмой рубиночкой. Следующий скилл, который у меня есть на панели, это удавка. Накидывает кровоток. Урайского увеличивает кровоток на 30%. Вот урон от кровоточения. Почему у меня стоит этот скилл? Да, в принципе, только по одной простой причине, что при использовании первых четырех скиллов, да, скиллы не успевают откатиться. И нужен еще какой-то скилл, чтобы его проюзать, просто нанести противнику урон. Поэтому он у меня здесь и стоит, эта вот удавочка. Следующий скилл, который у меня есть на панели, это чистка. Шанс чистки 20%. Вспышка гнева. Минусы. Большой откат 30 секунд. Но, в принципе, скилл хороший, соответственно, пвпшный, поэтому чистка стоит. Иногда юзают его танки и в пве. Если друид где-то умер и нужно почистить персонажа, то тоже вполне вероятно. Про стан, да, третий контролирующий скилл мы уже с вами говорили. Большой откат станет всего на 2 секунды. Из плюсов массовый. То есть, если где-то вы бежите и нужно подсопротить на гвгшке, на любом замесе, на любом масс-пвп-эвенте, то да, танк урывается, дает под уверенночкой 2-секундный станчик. Очень неплохо. Следующий скилл, который у меня есть на панели, это Великий Адреналин. Скилл является Великим. В простом образе он называется просто Адреналин. Что здесь у меня стоит и что всем бы рекомендовал. Многие танки, особенно коновые саппорт-танки, используют его только с Серебряной Руной. Серебряная Руна дает нам ПЗ. Сейчас, на данный момент, до обновления, 10 ударов стакуют нам 10 стаков. Каждый стак дает плюс 10 ПЗ Серебряной Руной. Этот скилл работает на минуту. Точнее, нет, 55 секунд. То есть, да, руна увеличивает у нас еще и время эффекта. То есть, мы получаем плюс 100 ПЗ на 55 секунд. Некоторые ДД танки свапывают сюда другие руны. То есть, другие руны дают урон. То есть, допустим, если мы поставим сюда Рубиновую руну, да, то она нам сразу даст прирост к урону от оружия, да, на 90%. То есть, заюзаем. У нас сейчас физатака Планка 88-860. Юзаем. Моментально получаем прирост на 10 тысяч с 8 урона. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Использовать только для ДД танков. Можно для арены. Есть руны, которые стакают урон вместо ПЗ. Вот. Но не рекомендовал бы ставить. Не рекомендовал бы ставить ДД танкам. Почему? Потому что, когда вы бегаете на арене под уверенкой, опять же, вас, скорее всего, бить не будут. То есть, урон стакаться не будет. Для арены можно использовать Рубиночку. Плюс 10 косарей к Планке. Очень приятно получить, да. Если вы рассчитываете быстро и качественно приходовать вашего соперника. Вот. В противном же случае, если вы саппорт танк, то, соответственно, только серебряная руна. Давайте пойдем дальше. Загнанный зверь. Загнанный зверь без руны. Без руны является обманкой. То есть, танк навешивает на себя обманку, которая при получении смертельного урона регенит ХП. Вот. И не дает нас убить. Останавливается от пациентов максимального здоровья. Имбо скилл, который хорошо пробустил нас танчиков, ребята. Потому что, как я уже сказал, у танков нет контролящих скиллов. Просто фактически нет. Для того, чтобы законтролить противника, нам только стоит надеяться на параличик. Не прошел паралич рут. Если противник дальник, лучник, маг, он легко от вас отпрыгнет. И этот рут ничего нам не даст. И снова придется бежать к цели, чтобы попробовать ее законтролить или убить. Вот. Поэтому танкам, я думаю, именно поэтому добавили этот скилл с рубиновой руной. Он нам накидывает уверенность. И это действительно просто имба. Да. Вот. С 8-9 руной у нас есть 70 секунд уверенки. Не хотел бы, чтобы вы прям так обольщались. Да. И многие думают. Ой. Да танкам дали уверенку на минуту. Да. Это же такая имба. Нет, ребята. В уверенку проходит очень много контролящих скиллов. Проходит раздебафающие скиллы на металл. Проходит стражевский дебаф на ПЗ. Вот. Запал. Вот. У кос проходит раздебаф на металл. И даже в уверенку под раздебаф на металл косы лучники стражи косы наносят очень-очень неплохой урон. Также проходят скиллы обезоруживания. Призрака. Вара. Проходит бобо у друида. Можно сосать цы в уверенку. То есть друиды легко отсасывают цышечку в уверенку. Вот. Поэтому по большому счету да. Это большой плюс. Вот. Для танков несомненно. Но. На арене очень часто попадаются грамотные призраки. Они начинают по КД накидывать и безоружку на 10 секунд. Сурунка у них он то ли 9 или 10 секунд. Точно не помню. Вот. И откаты безоружки у них маленькие. И правда опять же для нас большой плюс. Что. Со следующим обновлением это порежут. Вот. Порежут. Но при этом и порежут ребята и нам уверенку. Правда всего на 10 секунд. Но 10 секунд это достаточно много. Кстати. При следующем же обновлении порежут нам ребята и адреналин серебром. Который нам набивает ПЗ. Он будет стакать уже не 10 раз. А всего 6. То есть у нас будет прирост ПЗ на минуту. Всего лишь на 60 вместо 100. Это действительно большая потеря. Следующий скилл. Который у нас есть на двух лапах. Что у нас здесь осталось из скиллов. Давайте посмотрим. Да в принципе все. В принципе все. Больше атакующих скиллов на двух лапах у нас нет. А нет извините. Я совсем забыл. Массовые скиллы. Следующий хороший скилл. Который я использую с серебряной руной. Это. Сбитый дракон. Он у нас также является великим. Серебряная руна добавляет. Помимо того. Что в воздухе он наносит 300% урона. Он добавляет еще 144% урона. От базовой физической атаки. То есть скилл бьет довольно таки мощно. Ребята. И даже по земле. Минусы скилла. То что он требует в отце. Плюсы. Дальний скилл на двух лапах. Дальность скилла 35 метров. Сбивает противника. Противник не может взлететь в течение 30 секунд. Очень хороший пвп скилл. Как для сопротивлящих танков. Так и для дд танков. Непосредственно. Следующий скилл массовый. Это армагеддон. Армагеддон также стал у нас великим скиллон. Вот. И здесь я использую в нем золотую руну. Золотая руна дает еще буст урона на 80%. Была бы десятая руна. Давала бы 100%. То есть считайте что 100% прибавки к урону это просто имба. До того как сделали армагеддон великим. Армагеддон был очень хорошим скиллом. Очень часто всегда танки отыгрывали через армагеддон. Чтобы убивать. Это работало. Все танки бегали адскими. Именно в основном. Из-за двух скиллов. Первый скилл это был вызов. Который дает 40% крита. И второй скилл это армагеддон. То есть все обычно били вызов и армагеддон. Очень хороший большой ламбок. Потом этот скилл немножко поурезали. Вот. И танки его не использовали. И он вернул себе былую славу. Когда стал непосредственно великим. Почему? Во-первых с любой руной армагеддон не промахивается. И второй большой плюс. Что с любой руной он 100% критует ребята. Поэтому я сюда вставил руну на урон. Плюс 80% урона. Имбо скилл. Вносит много уронов. Не мажет. И 100% критует. Дальше. Дальше. Ярость титана. Также стала великой. Вот. Это наша антистаночка. Здесь некоторые танки используют по разному. Если вы саппорт танк. То я однозначно рекомендовал бы ставить. Если я правильно помню серебряную руну. Она снимает негативные эффекты и дает ускорение. Нет. Серебряная восстанавливает здоровье. Серебро у нас становится регенит хп. Хорошо использовать для коновых танков на ГВГ. Очень хорошо. Но с другой стороны у нас есть по-моему изумрудная танка. Изумрудная это ПВЕ скилл. А какая же нам дает уронка в следующей атаке. Рубиночка может. Да. Вот. Рубинка. 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 Тоже хорошо для саппорт танков и для ДД танков. Потому что снимает все негативные эффекты и дает ускорение на 100%. С Рубиновой руной эффект увеличивается за 4-6-8 секунд. Вот. Я использую здесь в ПВП режиме золотую руну. Золотая руна добавляет урон на следующий скилл. Причем этот урон ребята 80% с 8. С 10 был бы 100%. В сочетании скажем с Армагеддоном. Или в сочетании со сбитым драконом. Или в сочетании с ультой танковской. Про которую мы поговорим чуть позже. Да. Вот она у нас здесь. Кастуется на 4 лапах. То есть следующая тычка внесет просто мега урон. Я в основном использую либо со сбитым. Либо с Армагеддоном. Почему? Потому что представьте себе что мы получаем просто за прибавку к урону. У нас скилл дает прибавку 80%. В Армагеддоне у нас стоит руна золотая. Которая дает прибавку еще 80%. То есть плюс 160% урона. Плюс сам Армагеддон не промахивается и 100% критует. Получается просто дикая смесь. Кстати хочу вам сказать что можно использовать так же и непосредственно для коновых танков. Такую вот связочку. И даже коновый танк внесет очень большой урон. Почему? Потому что как мы помним. Урон в Армагеддоне зависит не только от нашей физической атаки. Но и от количества здоровья. Поэтому применение опять же дау антистана разное. Я использую его как дебав на урон. Следующий скилл который у меня стоит. На двух лапах это Раскалывающая земля. Раскалывающая земля снимает силу атаки противника на 100%. То есть дебав на атаку как магическую так и физическую. Плюс это массовый скилл. Очень хорошо использовать любому танку и ДД танку и саппорт танку при любых ПВП. То есть снимает силу атаки у противника уменьшая его показатель атаки. Извиняюсь не показатель атаки не ПА. А именно его атаку вот здесь вот в этом показатель. То есть либо физ либо маг. На этом в принципе скиллы которые я использую закончились. У танка есть еще скиллы на двух лапах и на четырех лапах. Есть у нас массовый скилл Ярость Героя допустим. Танк бьет перед собой. Скилл минус его в чем? Большая перезарядка. Перезарядка 20 секунд в принципе небольшая. ЦИ он не требует. Но использование его не совсем уместно. То есть я его не использую. Есть других скиллов более полезных. Которые в это время можно использовать. Есть также скилл который у нас наносит урон огнем. Также массовый светлый пылающий ветер. Скилл неплохой. Урон наносит неплохой. Из минусов. Требует один ЦИ. Вот опять же более полезнее заюзать тот же божественную раскалывающую землю. Либо адскую. Которая даст дебаф на снижение атаки противника. Что у нас еще? Что мы еще пропустили? Не рассмотрели? В принципе в общем то все. В общем то все. Все скиллы мы с вами сейчас разобрали. Что хочу сказать еще по рунам. Набор рун я имею вот такой. Для ПВЕ скиллов я делаю свап тоже. То есть я ставлю сюда цинобивалочку с серебром. Ну и в нашу антистанку ставлю изумрудную руну. Она дает урон по мобам. Урон по мобам выглядит как баф мистика на урон по мобам. Только мистика дает нам 20%. Если я правильно помню. А здесь мы получаем хороший буст. Который делает даже коновых танков неплохими дамагерами. 120 с пятой руночкой процентов на 10 секунд. То есть очень хорошо бустит нас. На этом в принципе наверное на разборе рун и скиллов которые нужно использовать я остановлюсь. Здесь мне добавить больше в принципе нечего. Давайте посмотрим теперь джинов. И умения на джинах которые я бы порекомендовал вам использовать. У меня с собой в инвентаре есть два джина. Один джин он ПВПшный. Второй джин он больше подходит для коновых танков. Для саппорт танков. Непосредственно больше для ГВГ. И масс замесов чтобы выживать. Что у нас идет по джину. Во первых джинов рекомендую всем качать непосредственно под скиллы которые вы на джина ставите. На джине есть скиллы которые зависят от силы, от ловкости. То есть под это как бы мы непосредственно выбираем скиллы. Потому что очень часто ребята встречаю танков которые используют допустим скиллы которые даже у меня стоят. Но джины у них при этом не силовые. И соответственно профит от этих скиллов он очень маленький. Давайте разберем скиллы которые я использую. Я объясню вам почему я их использую. И также скажу какие скиллы сюда можно добавить. Уже на ваше усмотрение под какие вариации. Данный мой джин он является силовым. То есть скиллы раскачаны у него 100 силы. Это обязательно под силового джина. И непосредственно под скиллы которые я использую. Яшмы вставлены сила тела. То есть джин является сила тела у меня. Интеллекта закинуто 50. Этого вполне достаточно ребят. Поверьте мне для регена для этого джина. Этот джин конечно же не для арены. Хотя я его использую и на арене. Многие сейчас на арене используют джина. Вкидывая все в тело. Почему? Кто сходит из вас на арену вы непосредственно знаете. Потому что на арене джина пофиксили. Реген у них все равно стандартный. Одна единица в секунду. И здесь интеллект никак не влияет. Но почему я не использую такого джина на арене. Потому что профит от силового джина и от силовых скиллов падает. Его нет. Поэтому я предпочел все таки остаться со своим джином. Не переделая его под арену. Либо не делая еще какого-то отдельного джина. Давайте разберем скиллов. Первый скил у меня здесь стоит иммунка. Чистая сфера. Дает иммунитет. Сразу хочу вам сказать. Что здесь есть у этого скилла небольшой баг. Как только вы его проюзаете. Первую секунду он вам будет проходить и урон и контроль. Не знаю почему это так работает. Но к сожалению это так. Поэтому если вы хотите его использовать. Скажем как последнюю секунду для выживания. То лучше заюзать его чуть раньше. Иначе просто-напросто можете умереть в иммуне. Очень часто это видно. Очень часто это работает. Особенно если по вам бьют инкастовые персонажи. У которых много каста. Вроде вы в иммуночке. Вы уже видите она прорисовалась. А урон прошел. И вас просто добили. Поэтому рекомендую юзать чуть раньше. Следующий скилл который у меня стоит. Это ледяное дыхание. Так называемый шарик. Зависит от силы. Сила увеличивает шанс. Того что шарик пройдет. И с силой 100 ваш шанс 98%. Ребят. То есть фактически 100% шарик. При условии того. Если мы вернемся. Что у танков почти нет контролющих скиллов. Ребят. Это большой плюс. Потому что очень часто многие говорят. Или даже пишут. Ой шарик. Для чего этот шарик. Зачем этот шарик. Зачем вы его ставите. Как бы. Да. Все очень просто. Потому что если у нас не проходит 4 секундный паралич. И мы привязываем всего лишь цель. Законтролить нам цель. Чтобы она либо не отпрыгнула. Либо не использовала иммуночку. Просто нечем. Точно так же. Если мы скажем. Деремся 1 на 1. Продолжить нам стан лог. При условии. Что прошел паралич. Чтобы он успел откатиться. Тоже нечем. Поэтому я использую ледяное дыхание. Непосредственно. Ребята. Для того. Чтобы мне было чем. Подконтролить персонажа. Следующий скилл. Это грязь. Физдебафающий скилл. Точно так же. Зависит. Опять же. От силы. Вот. От силы. Поэтому. Непосредственно. Джин силовой. Да. Вот. И. Здесь у нас. Каждые 10 очков. Снижает скорость. Еще на 1%. И. Плюс 5 очков. Снижает физзащиту. Персонажа. Еще на 1%. То есть. Изначально. Физзащита. Снижается на 35%. 100%. 100 силы джина. Снижает. Еще на 20. Да. То есть. У меня. Грязь дебафает. На 50%. Физдефа. Следующий скилл. Это скилл. Который. Непосредственно. Только. Для. Зооморфов. Вот. Это. Громоздкий щит. В простонародье. Называют. Грубая. Вот. Тоже. Скилл. Который. Зависит. От силы. Вот. Скилл. Который. Навешивает. На нас. Черепашечку. Вот. Очень. Шикарный. Скилл. Соответственно. Опять же. 100 силы. Да. Здесь. Вы видите. Что. Щит. Дает. 35%. Поглощаемого урона. Влияние. 4 очка. Снижает поглощающий эффект барьера. Еще на 1%. То есть. Вместо 35%. Мы получаем. У нас. 100 силы. Да. Это. 25%. То есть. У нас. Получается. Черепашка. На 60%. Снижает. По нам. Весь. Входящий урон. Плюс. 25 очков. Силы. Увеличивает. Время действия барьера. То есть. Он действует. Вместо. 10 секунд. У нас. 14 секунд. Опять же. Да. Варианте силового джина. Следующий скилл. Который у меня есть. Это. Свобода действия. Скилл. Который снимает. С нас. Рут. Опять же. Влияние силы. Увеличивает. Шанс. Вероятности. Использования. Данного скилла. И тут. У нас. 60%. Стандартных. Плюс. 100 силы. Плюс. 25. 85%. Срабатывания. Очень. Хорошо. Использовать. Этот скилл. Когда. Вас. Зарутили. А вам нужно ворваться. И внести урон. Прожимаем. Свободу действия. И летим вперед. Бить противника. Следующий скилл. Который у меня стоит. На панели в джинне. Это. Слово истины. Кто-то может сказать. Йоу. Да это же. В основном. ПВЕ скиллчик. Бегать в данжиках. Побыстрее. Да ты же. Мы же танки. Танки. И так. Бегают быстро. Да. Вот. Но нет. Ребята. Очень часто. Необходимо. Подбежать. Быстро. К цели. Чтобы ее убить. Либо. Просто. Разорвать дистанцию. Чтобы законтролить ее. И. Скорости танка. Ребята. Не хватает. Не хватает. Поэтому. У меня стоит. Этот скилл. На панельке. Следующий. Скилл. Который. У меня есть. Это. Стальное сердце. Как только. Появились. Косы. Со своими. Черными. Которые. Просто. Шотают. И. Очень часто. Шотают. Танков. На том же. ГВГ. Которых. Жирных. Допустим. Да. Как я. Либо. Коновых. Которых. Тяжело пробить. Через печать. Не знаю. Там. Бак. Это. Не. Бак. Да. Но. Здесь. Урон. В печать. От. Взрыва. Черной. От. Косы. Проходит. Вот. Рекомендую. Всем. Ставить. Этот. Скилл. Вот. Также. Этот. Скилл. Спасает. От. Теней. Стража. Которые. Также. Нанесет. Урон. В печать. Вот. И. Хороший. ПА. Страж. Да. Даже. ПЗ. Страж. Внесет. Вам. Тенями. Очень. Много. Урона. Поэтому. У меня стоит на панели. Стальное сердце. Металл. Иммунитет к металлу. Вот. То есть. Когда накидываю черную. 3-4 стака. Видите. Настакалась. Юзаем. 7 секунд. Иммунитет к металлу. Текаса. Не заметил. И взорвало вас. Ту скилл. Откатил. И вы остались живы. Либо. Точно. Также. Против. Теней. Стража. Следующий. Скилл. Который. У меня. Сейчас. На данный момент. Стоит. Вот. Это скилл. Который. Жрет. Сы. У противника. Очень хорошо. Использовать его. На арене. Либо. В боях. В пвп. 1 на 1. Допустим. Против престов. Против варов. Особенно. Если вы играете. В связке. С друидами. То есть. Друид. Подбежал. Отсасал. Ци. Вы накинули. Этот скилл. Тоже соснули. Он отсасывает. Один ци. Чуть больше. Там. 1 и 2. Вот. И противник остался. Друид без ци не может кинуть цару. Либо использовать свой единственный физовый удар под нолик. Приз без ци не может запечатать за слипать. И так далее. То есть. Там. Какой-нибудь маг не прожмет трешечку. Чтобы за иммуницией нанести урон. Вот. Очень хорошо. Использовать этот скилл. С еще одним скиллом на джине. С еще одним скиллом на джине. Давайте посмотрим. Вот этот скилл. Тактика бога. Также сосет ци у противника. То есть. Для арены. Ребята. Многим рекомендовал бы. Я тоже очень часто. Убираю. И ставлю место свободы действия. Вот этот вот скилл. Да. И в целом. 2 скилла. Отжирают. У противника. 2.5 ци почти. Вот. Что очень неплохо. Минус. Да. Мы на арене тратим всю нашу энергию. В масс пвп скиллы эти бесполезны. То есть. Как бы. Для танка я не рекомендовал бы их ставить. И никакого смысла они не имеют. Какие скиллы можно было бы посоветовать еще для дд танков. Которые можно поставить. Ну. Есть вот скилл. Который я никогда не видел. Что кто-то использовал. Он. В принципе. Нам необходим. Только для драк. 1 на 1. Вот этот скилл. Спасение духа. Он. Дает иммунитет к скиллам. Которые увеличивают урон. То есть. Против драк. Против сары. Минус скилла. Его нужно юзать до того. Как на вас накинут драки и сары. И здесь нужно. Очень грамотно и внимательно знать про касты скиллов противника. Вот. Для того чтобы непосредственно воспользоваться этим скиллом. Потому что в партийном случае вы просто его прожмете зря. Сожрете энергию джина. И никакого эффекта не получите. Следующий пвп скилл который мог бы порекомендовать дд танкам. Это огненный меч. Что он делает. Качать его не нужно. Прокачивается он только на первый уровень. Кстати как и цижору тактика бога тоже только на первый уровень. Если что качаем. Он откатывает двойную соску. В ближнем бою. То есть наносит. Как вы видите. Наносит блистающим противникам двойной урон. Если вы стоите в упоре к персонажу. Катает ему дабл фейс сосочку ребята. И многие танки используют этот скил. Опять же для арены. Либо для боя один на один. То есть катнул сразу соску. И пошел дамажить персонажа. Что у нас еще есть. Что можно было бы вам порекомендовать. Ну конечно есть противоядие. Есть огонь души. В принципе скиллы которые необходимы. Но дд танкам мне не стал бы их рекомендовать использовать для масс пвп. Потому что в масс пвп ребята очень тяжело нам углядеть за тем кто нас именно сейчас бьет. Да конечно если нас накинул маг раздебав на огонь. Мы это видим. И типа можно как бы это сделать. Ну можно просто разорвать дистанцию от того же мага. Плюс у нас в этот момент может быть не знаю там вся пати. Там может лететь и металл урон от косы. И урон водой от шаманов. Или от той же косы. И поэтому такое себе использовать его именно для дд танков. Для дд танков мне рекомендовал бы ставить его на джина. Есть у нас яд. Смертельный яд. Все знают этот скилл. То есть добавляют урон по одной цели ядом. Под реалией нынешней игры я бы лучше рекомендовал использовать грязь на джине. Потому что кинуть и грязь и яд одновременно вряд ли вы успеете при прокате скиллов. И при том что персонаж на арене перед вами стоит. Да и на арене вы сразу же откатите полностью джина фактически этими скиллами. То есть между ядом и грязью я выбрал все таки грязь. Потому что если вернуться назад и посмотреть на обнову который у нас будет. А еще и взять дебаф скажем моей пз пушечки. Который снимает физическую защиту и магическую защиту снаряжения. То с урбиновой руной наше уничтожение да с грязью будет снимать физ деф фактически в ноль. И мы будем бить фактически персонажа как бы в ноле. Поэтому не вижу смысла еще накидывать туда и яд. Как бы ве скилл для танков. Для того чтобы подкидывать ядик если нету сена с отводом. То можно. Так какие у нас еще скиллы есть на которых можно было бы остановиться. У нас есть природная защита. Природная защита очень часто используется для того чтобы на вас не запечатали. Но сейчас когда у нас есть уверенка тоже не рекомендовал бы его ставить. Потому что для той же арены ребята. Либо вы за уверенку уже кого-то вынесли и ваша тима тащит. Либо вы остались в меньшинстве и природная защита мало чем вам поможет. Откатывать на него джина я бы не рекомендовал. Что у нас еще есть для пвп скиллов для танка. Давайте посмотрим. Есть у нас еще уверенка. Есть танки которые ставят и уверенку и чистую имея свою уверенку. В принципе можно. И наверное когда зайдет обнова который изменит нолик у друидов. Наверное я себе верну этот скилл на джина. Потому что в следующей обнове друидов будет 100% нолик. И минус у него будет большой откат. Для нас ребята какой-то плюс. Сейчас у друидов 20% шанс нолика. Зависит он от силы духа. От вашей. И от силы духа друида. То есть если у меня сейчас допустим сила духа 59 тысяч. По мне поставится кастовать нолик друид скажем силой духа 25. Шанс у него будет уже не 20% а примерно 12. Если друид с более меньшей силой количеством силы духа шанс то что он выбит на мне нолик еще больше упадет. Если друид с силой духа большой то шанс что он выбит нолик большой. То есть с одной стороны 100% ноль это типа друид. По большому счету это пофиксит друидовский ноль. Потому что сейчас у него почти там по-моему от качества 12 секунд у скилла маленький. И шанс для друидов у которых большая сила духа большой. И нам да очень часто вот дерешься где-то и по кд друид стоит кастует ноль и там под лучника особенно скажем. Под какого-то физика фистера да. И нечего рам делать. Сейчас будет откат у друидовского ноля большой. Но 100% будет проходить. Да и здесь чем нам хорошо жить. Наши уверенку отыграли. В нашу уверенку да вот если мы бегаем под загнанным зверем нам все равно. А потом, а вот потом когда она у нас закончилась и мы бегаем в дефе ребята. И нам нужно ловить эти нолики. Вот. То есть здесь конечно непосредственно уверенка нам поможет. И я ее скорее всего верну на жена. Вот. Так какие бы я остановился еще скиллы. Есть еще вот такой интересный скилл да. Многие про него не знают. Называется он клинок света. Учат его танки только для пвп. Учат его танки в основном для арены. Хорошо его иметь саппорт танку. Минусы. И сжарет сразу всю энергию джина. Плюсы. Что он дает ребята. Если у вас есть как у меня пушка с чисткой. Вот такая вот да. Уничтожающий пруд. Вот. Вы ставите себе этот скилл. Учьте его на первый уровень. Вот что он вам дает. Сам скилл дальний. Если у вас стоит пушечка с чисткой. И у вас джин уже сожран. Вы можете кастовать его по кд. И он перенесет эффект чистки на скилл джина. То есть. Допустим. Вы бегаете на арене. У вас остались скажем вы и син. Син без чистки. Без пухи на чистку. Персонажи скажем мы остались 2 на 2. Скажем какой нибудь мак лук. За которыми надо бегать, законтролить, почистить. А у нас всего лишь скилл 1 с 30 секундными откатами. 20 процентами шанса. Берем пушечку на чистку. И бегаем издалека вот этим вот скиллом, ребята, чистим. Я на видео на каком-то... На стриме Фариваре Максима я показывал как работает этот скилл. То есть тоже можно для сопротивляющих танков использовать его на панельке. Повторюсь. Внимательно запомните. Только тогда, если ваш джин полностью разряжен. Потому что этот скилл жрет всю энергию джина. И качаем только на первый уровень. Больше не нужно. Что у нас идет дальше непосредственно под джином? Есть у меня в инвентаре вот такой вот коновый джин. Кон-инт джин. Этот джин хорош для масс замесов, для ГВГ, для сопротивляющих и только для сопротивляющих танков. Здесь у нас есть наш защитник, который у меня есть. Вот красный щиток и на ДД джине. Огонь души здесь уже есть. А, извиняюсь, защитник это скилл, который регенит нам ХП. Сбился немножко, да? Защитник скилл, который регенит нам ХП. Можно ставить либо его, либо я бы еще сюда добавил иммунитет к воде. Водный иммун. Дальше у нас идет огонь души. То есть, да, это против магов. Когда видите, что маг накинул на вас мид прожимать. Уверенка, остальное сердце иммун к металлу, мы уже говорили, да? То есть, это против косы с черными, против теней стража. Громоздкий щит без него никуда, если вы видите. Я не знаю, я недавно смотрел Марка Д, да? Джин у него новый, который ци накидывает. У него не увидел громоздкого, ребят. Честно, был в шоке. Немножко меня это шокировало, потому что Рома достаточно хорошо играет танком, но увидеть танка без грубой, это, если честно, был все-таки шок. Потому что он фактически фулл пашный, да? В масс-замесах прилетает нам, ребята, его веринг очень неплохо, поверьте мне. Можете посмотреть мои видосики. Там раздебав косы от лучников хороших, заточенных от косы, летит много. И бегать с па-пушкой, чтобы себе позволять грубо и очень часто катаясь, чтобы подефаться, да, и бегать в плане в пз-пушечке. И то, что у него нет этого скилла, меня немножко удивило. Поэтому непосредственно, да, и здесь на этом Джине тело Инт, да, у меня есть грубое. И чистая сфера. Здесь Джин у меня с семью скиллами. В принципе, наверное, наверное, в этом я на скиллах для танка, для Джина остановился бы, да. Есть старые скиллы там, которые иногда ребята юзали, ставили. Вот, допустим, скилл, который дает щит и поглощает несколько тычек мага урона. Но по сравнению с другими дефящими скиллами и в нынешних реалиях, ребят, вот, на мой взгляд, актуальные скиллы, это те, которые я вам перечислил. То есть, вот, те скиллы, которые есть на панели, те, которые можно добавить для атакующего Джина. И я бы делал Джина сила тела, да, и 50 интеллекта. Либо вот для вот такого вот саппорт Джина, где у меня тело Инт, вот, и тело Интеллект, да, в основном. То есть, больше здесь ничего нету для дефающего Джина. Что хочется еще добавить, ребята, для танков? Ну, во-первых, выбор Адара, да. Самое основное, самое болезненное, наверное, для нас, когда мы думаем, когда мы только создали персонажа, и думаем, что же нам сделать, какого же танчика нам запилить. Ну, во-первых, ребята, всем со старта хочется дамажить. Больно видеть этих бесполезных дамажных престов. Не в обиду, ребят, да, там, у кого есть даже прокачанный, там, 80 ПА, 80, там, фуллпашные престы. Каждый класс, ребята, должен соответствовать своему классу. Чтобы сделать ДД персонажа с какого-то сопротивящего класса, да, нужно очень много в него вложить. Вот как, допустим, у меня танк, да, танк у меня ДД. У меня фактически финальное снаряжение, у меня сет карт ВЧД. То есть, есть 7 с ПА, есть ДФ еще 8 с ПЗ пушечка, там, да, то есть, я могу себе позволить жить, бегать, убивать, да. Но все-таки, 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 многие классы, как бы, лучше им быть коновыми, теми же престам, местам. Вот очень хороший приз, есть Микки Маус, есть Женан Хэппи Энэйбл, хороший пристик. Ребята бегают с 8 с ПЗ, жирные, классные, коновые, присты, рукасты, вот. Поэтому, все-таки, все-таки, да, каждый класс должен соответствовать своему предназначению. Поэтому, если мы делаем танка изначально, то, ребята, однозначно, все статы мы кидаем в тело. Делаем мы танка однозначно райского конового. Какие плюсы и какая вообще разница между Раем и Адом? Ну, во-первых, я вам уже говорил, да, в начале видео, в пассивке прирост физдефа, это раз. Во-вторых, в пассивке прироста ХП в образе, только в образе, да. То есть, у райского танка в образе ХП больше, чем у Адского. На двух лапах у Рая и у Ада будут одни и те же показатели ХП. Вот. Дальше, что касаемо скиллов. Я бегал и Адским, и Райским. Если вам интересно бегать только по данжикам, либо подраться один на один, ребята, Ад для вас. Здесь непосредственно Ад, да. То есть, какие вот разницы такие существенные между Адом и Раем? Это вызов, который дает 40% крита. И, в принципе, наверное, еще вот этот вот скилл, призывной рыб, да. К сожалению, у Ада этот скилл не работает в миру. Не знаю, почему. Наверное, потому уже, почему они работают и ШП у Друида, да. У Адского призывный рыб накидывает такие же ШП, как марайские ШП Друида. То есть, дает 100% отражения физурона. Для масс ПВП, для арены Ад танку шикарно. Когда вас бьют АСПДшники, вы бафнули, челик просто себе там... Бьет вас по косарю, а себе впихивает по 2-3 косаря там в лучшем случае. Бывало у меня такое, что АСПДСины просто не успевали заметить, как они сами себя сбривали под этот дебаф. Но, в принципе, ребята, на этом все. Вот в этих двух скиллах, вот в этих двух скиллах, да, это вот вся разница. Что же нам дает райская сторона? Да, мы теряем вроде как в вызове эти 40% крита. Но если у вас пробущенный танк и ВДД танк, то, в принципе, 44%, а еще я накручу себе на иксовых шмотках, у меня будет 50+, вполне достаточно. Помимо этого, давайте не будем забывать, что наши основные скиллы... Какие? Армагеддон не промахивается 100% на криту, нам здесь крит не нужен. После райвызова следующий удар у нас 100% на криту, и то есть любой, да, из ударов, которые мы будем брать, 100% на крита нет. Если брать, скажем, ярость божества, она не промахивается, критует. Поэтому крит, важен ли он так сейчас, он нужен, несомненно. Ну, 50% для нас, поверьте мне, будет достаточно. А какие же плюсы здесь у нас для райского танка? Ребята, райский танк чувствует себя гораздо комфортней в масс-пвп. В пвп 1х1 точно так же. Почему? Опять же, да, в образе у нас больше физдефа, в образе у нас больше здоровья. Райская треха, в отличие от адской, которая дает бесполезный для танков аспид, дает нам черепашку. При условии, что у нас есть цинобивалочка, да, вот мы можем юзать ее очень часто, когда нас бьют, и получать на 18 секунд завесу. Это просто имба для выживания, ребята. Для коновых танков и для ДД танков это просто очень хорошо помогает жить. Вот, в принципе, наверное, вся разница, ребята, то есть, почему я выбрал ад или рай, да? Рай я выбрал, потому что жить позволяет лучше. Вот. А я ориентирую своего танка только под масс-пвп. Впп 1х1, как бы, мне интересно, я делюсь с удовольствием, но все-таки танка точу под масс-пвп. Масс-выживаемость, выжить на ГВГ как можно дольше, выжить в масс-замесе, когда тебя бьют как можно дольше, вот, выжить на МВГ и так далее. Поэтому я бы рекомендовал, в принципе, всем делать рай, если только вас не интересуют в этой игре данжики и фанчик 1х1. Если вас, вы пвп-игрок, и вам интересны масс-замесы, то это однозначно, ребята, рай. Неважно, ДД танковый или коновый. Коновый, да, мы уже сказали, тут однозначно только рай. Что еще хочется добавить, ребята, про танка? Пушки. Какие пушки мы берем? У меня есть 3 пушки, вот, у меня есть 8-й ранг с чисткой. У меня есть 80 ПЗ, 80 ПЗ. Пуха кайтовая, вот, здесь я выбрал обилку Проклятие небес. Почему? Очень хороший скилл, не знаю, на мой взгляд, лучше единички, лучше, чем антитаргет, потому что, когда вас бьют толпой, да, или даже вообще не толпой, а хотят раздамажить и в иконовой, или ДДшной, то, что с вас смогут снять все негативные эффекты и дать вам ускорение, откайтить, либо просто выжить, за счет того, что с вас снимутся драки, или Сара, или тот же Нолик, что очень часто меня спасает. То есть, для меня, как бы, считаю, это наиболее благоприятный скилл. Рекомендую ставить его всем танкам, даже тем танкам, у кого есть просто 2 пушки, скажем, одна берцовая 40 ПА, и вторую он делает какую-то кайтовую. В идеале, конечно, если у вас нету 80 ПЗ пухи, да, а вы делаете себе 40 ПА, и 80 ПЗ там даже не задумываетесь, я бы порекомендовал делать вот атакующие пухи, само собой, берцовую, да, а кайтовые пухи рекомендую бы делать 2, с антитаргетом и с проклятием небес. Второй скилл у меня тот атакующий выбирает как пожирание, и, как я уже сказал, снимание физмак дефа наиболее благоприятное, вот, то есть могу убить цель пересрабатывать этого скилла даже ПЗ пухой, что показатели у меня достаточно большие, даже с ПЗ пушкой, вот, и атакующая пуха пока у меня 9 ранговая, да, сейчас вот собираю на 8 СПА, какая разница, ребята, будет у меня между 8 СПА пухой и 7 СПА, честно вам сказать, по атаке, там, прибавки по планке, да, с 4000, по АДАС 10, вот, добавится 100 БД, которого у меня и так много, не так критично, но, ребята, почему хочу сделать, да, потому что самый большой плюс вот этих 8 СПА, 8 СПА З пух, ребята, это 2 обилки, дамаг, добавка, там, каких-то бонусов к урону, БДшечка, это все вот мелочи по сравнению с двумя, ребята, обилками, 2 обилки, это имба, и поэтому я хочу себе сделать 8 СПА пушку, вот, и буду делать ее с антитаргетом, БДшечка, вот, но если вы, скажем, качаете сейчас танка, он у вас уже, скажем, может ДДшить, да, мы сейчас очень скоро поговорим, как бы, какие планки минимальные для ДД танка, на мой взгляд, да, и, скажем, у вас есть 9 ранг, то я рекомендовал бы вам, либо у вас есть 40 ПА пушка дома с БДшечком, для всех, ребята, рекомендую, если вы не можете себе позволить сразу сделать 2 80 ПА, то есть 1 80 ПА, 80 ПЗ, делайте даже 40 ПА берсом, но сделайте себе 80 ПЗ для кайта, это такая имба, это так позволяет жить, ребята, просто супер, лучше вы будете бегать с атакующей 40 ПАшечкой, но будете, поверьте мне, и так будете убивать, вот, но жизни вам добавят это в массы, опять же, замесов очень много. В принципе, по оружию и все, в других оружиях здесь нету смысла, не о чем говорить. Последнее, о чем хотел бы поговорить, это какая же все-таки планка для нас, для танков, минимальная, чтобы мы могли начинать дамажить и жить при этом. И поймите, здесь есть очень важная нить. Бегать, дедэшить и выживать, эти две вещи неразделимы. Не думайте, что имея какие-нибудь 50-60 ПЗ, либо в расчете только на адреналинчик, вы будете бегать и жить. Нет, нет, ребята, это очень большое заблуждение. У меня с ПА-пушкой 102 ПЗ. И этого, ребята, очень мало. В масс-замесах, в уверен, у меня очень часто летит, ребята, очень много урона. И мне приходится, чтобы бегать и дедэшить, либо отыгрывать Джина на грубую, либо в каких-то моментах, когда я передвигаюсь, юзать ПЗ-пушку, либо включать адреналин, если мне уж очень больно. Поэтому, поверьте мне, если вы делаете там фулл ПА-танк и гонитесь, я хочу побыстрее дедэшить, но у вас при этом меньше, как минимум, 100 ПЗ забудьте, забудьте, вас будут убивать в уверенку, будут того, что какая-нибудь хорошая дедэшная коса вас будет просто в сокру шотать. И вы будете просто откатывать себе эту уверенку бесполезно, не принося никакого профита. Поэтому, какие показатели минимальные и необходимые нам для дедэши танка? Ну, во-первых, планка. Планка не ниже 65 тысяч. Если у вас планка ниже 65к, даже не думайте, что вы можете позволить себе гддши. При этой планке вам необходимо иметь боевого духа не менее чем 2 800 на селфи. Если у вас 2 500 ниже 65к, планка и меньше 100 ПА, забудьте, ребята. Забудьте. Да, где-то какого-то там слабенького нтовичка, кого-то там еще, где-то вы ударите, где-то как-то вы пробьете, но это все фигня. Ориентироваться нужно, ребята, на масс-замесы, на наши массы. Танки хорошо должны отыгрывать массами. Мы танки бегаем среди толпы, поэтому мы должны жить. Поэтому минимальные показатели, ребята, для дд-танка это 100ПА, 100ПЗ, 65к планки, 2800 плюс боевого духа. Не меньше. В партийном случае всем рекомендую даже не париться, не рыпаться и бегать только коневыми. Особенно, если у вас ПЗ-шки меньше как минимум 80-ника, забудьте бегать ддшить в толпе. Это просто будут по, как бы, вот такие дрыщинские танчики, которые будут отъезжать в уверенку, и я такое видел и не раз. Что еще хочется сказать по танку? Аптека, которую использую. Аптека, которую использую. В основном это иммунки, они у меня ставят все три. Вот это 6-секундное, ребята, то, что вы видите на панельке, это чисто для ПВЕ, чтобы не катать Мигуровского. А, вот еще, знаете, что забыл? Князь, князь. Очень многие используют на джине князя. Нам, танкам, я не рекомендовал бы его использовать. Потому что, во-первых, при появлении Мигуровской аптеки, которая висит 10 секунд, актуальность 12-секундной иммунки фактически упала, фактически нет. Использовать князя и 12-секундную иммунку, князем откатываете и джина, и аптеку. Эти 2 секунды ролик гигантской, очень часто не играют. Поэтому лучше всего использовать просто Мигуровскую иммунку. Почему у меня стоит здесь 12-секундная иммунка? Ну, все-таки в некоторых случаях под последнюю секунду где-то уверенки прожимаю. Бывает пользу, но меньше. В основном из иммунок использую только Мигуровскую аптеку. Есть непосредственно двуцышная аптека, да. Можно Мигуровскую, можно просто Пикоя. У меня просто большой запас Пикоя, по которому у меня Пикоя стоит. Бег с антистаном. Это только для аренки у меня стоит. Чтобы провязывать было быстрее, не открывая инвентарь. Вино, соответственно. Антиинвиз, чтобы видеть синчиков. И в принципе все, ребята. Больше нам для танков никакой аптеки не нужно. У меня есть в инвентаре, допустим, вот Громовой Порошок. Для чего он у меня лежит? Бывает на каком-то замесе кто-то хорошо промосил вашу пати и как бы прист умер, все умерли, да. Бой идет и нужно быстро арестовать. Для чего использую? Вот у нас есть Возрождение Гильдии, да. С Громовым Порошком следующий скин кастуется моментально. То есть откатываю себе аптеку для того, чтобы поднять пати и всех вокруг лежащихся кланов. То есть юзаю Громовой и после этого сразу же Возрождение Гильдии, которая кастуется моментально. Поэтому у меня здесь лежит этот скинл. Вот. Последнее, на чем хочу остановиться, это панель. Как у нас расположены скинлы на панели. Это, ребята, очень важно. Очень важно. И здесь бы я отдал этому, наверное, очень много внимания. Почему? Потому что... И есть ребята, которые сейчас мне пишут и говорят, Мишаня, настрой себе на мышку, макрос, которая будет автоматом свапать ПЗ-пушечку при прокасте скиллов на ПА. Ребята это используют при том, что делают ПА-ПЗ-сеты, да, для свапов. Кстати, как бы с новым уксовым шмотом ПА-ПЗ-сеты, ребята, перестали быть актуальными. Только если вы не мега круто богатый, не можете позволить себе два ПА-ПЗ-сета с включенными душами и с вставленными туда камнями и точкой. Я как бы себе этого позволить не могу, поэтому ПА-ПЗ-сет для меня вообще не актуален. Потому что здесь скиллы как бы сами густятся. Но вернемся к нашим панелям, да. Панели скиллов, быстрые кнопки доступа. Тыкаться мышкой, ребята, очень долго. Даже если вы вот эту вот панель, сейчас вот возьмем, вот мы ее зацепим, ну, цепляйся, и сдвинем вот в упор сюда, там, как многие вот так вот делают, да. Все равно тыкаться мышкой скиллами это долго. Очень часто может быть, когда вы деретесь где-то на ГВГ и вас бьют, вам надо один глаз смотреть на эту ХПшечку, хирочку, когда она откатится, да. Тыкать мышкой, очень часто дисклики могут быть, еще что-нибудь. Это очень неудобно, и профит от вас падает, ну, не знаю, процентов, наверное, на 70, ребята. Что я рекомендую делать? Все основные скиллы разбить на две группы. Первая группа скиллы на четырех лапах. Вторая группа скиллы на двух лапах. Поставить их под основные быстрые клавиши. И выработать такую моторику пальцев, чтобы вы могли тыкать по кнопкам, несмотря на клавиатуру и несмотря на эти скиллы. Это, ребята, вам добавит огромный профит и пробустит вас, как ПВП-игрока, очень сильно. Потому что я, когда дерусь, у меня это не занимает времени. Я использую все скиллы быстрыми клавишами, не смотрю на клавиатуру, пальчики сами жмут, тыкают кнопочки. И это дает большой профит. Поэтому, соответственно, у меня от одного до шести, куда реально достать пальцами кнопок, то есть разлет пальцев двух, от одного до шести реально достать. Дальше на семерку мне уже далеко не комфортно. И, соответственно, эфочки, да, вот эфочки у меня выставлены тоже все под быструю панель. Чтобы быстрее можно было и продуктивнее, не отвлекаясь, не тратя, ребята, ни одной секунды в ПВП времени прожимать наши скиллы. Также у меня вынесен сюда джин, чтобы это все было можно юзать удобнее, да, вот. Допустим, под урон, под уроновый скилл, да, на урону, под антистаночку. У меня тоже на вынесенной стоит между сбитым и между великим Армагеддоном. Почему? Потому что удобно, да. Нам удобно, нам не нужно тратить время, долго искать, протыкивать где-то эти скиллы, ребята. Мы, оп, прожали и тут же сразу же по цели нанесли урон. То есть, да, вот выбрали, все у нас рядышком. Вот. Все скиллы у нас рядышком. Поэтому уделите панельке внимание, ребята, уберите все эти помойные скиллы, которые вы ставите. Очень прошу вас там на подбор лутика, на эмоции там, на полетик и на всякую остальную херню. Ставьте скиллы под кнопочки от 1 до 6, от F-очки, от F1 до F4. Кто играет на полной клавиатуре, можно до F5, пальцы дотянутся. Вот. И вырабатывайте у себя моторику пальцев, чтобы пальцы кнопки тыкали автоматически, без того, что вы будете на них смотреть. Вот. Последнее, что я вам, ребята, скажу перед концом нашего обзора. Многие меня спрашивают, что такое, почему у тебя светятся карточки. Вот. Я скажу и покажу, в принципе. Это буст ВЧД. После обновы мы смогли бустить наш ВЧД, если только все карты 2РБ, на плюс 5% к добавке каждой карточки. Бустится, бустится, ребята, только показатель карты. То есть, допустим, вот эта карта дает мне БД, да, то есть на 5% БД будет давать больше. То есть так она дает там 500, скажем, да, 5% будет давать 525. Вот. Как это происходит? Для буст, если у вас ВЧД 2РБ, чтобы пробустить, вам необходимо 20 знаков доблести, 20 знаков единства, одна сущность карты, что такое сущность карты, здесь все просто, это одна поглощенная рыжая карта, и все. Потом мы подходим к NPC, MasterCard, если я правильно помню. Переходим в вкладку задания, нет, не MasterCard, или Мастер, вот, Дух Владыки, Дух Владыки. Переходим во вкладку Дух Владыки, делаем себе вот такой вот скилл, вот. Вот он у нас, Дух Владыки. И потом просто мы его закидываем непосредственно в усиление. Усиление, оп, карточки усилились. Вот, 37 дней. В принципе, ребята, все. Надеюсь, что вам будет полезно посмотреть для людей, которые играют танками, для людей, которые хотят играть танками, для людей, которые захотят прийти поиграть на ОФУ на новые сервера танками, вот. Также надеюсь, что найдутся ребята, которые сделают обзоры по другим классам. У меня, к сожалению, недостаточно знаний, чтобы сделать обзор еще по какому-то классу, вот. Всем большое спасибо заранее за ваши просмотры, за ваш донат, вот. Всем удачи, с вами был Леват.